Радуга как символ жизни и мира на земле. Девятилетняя Карина Галямова изобразила победу по-своему. Девочка признается, очень боится войны, но любит слушать истории о своем дедушке-герое. У меня есть прадедушка. Мне мама рассказывала, как он рассказывал ей, как тяжело было на войне. И я решила изобразить то, что наши прадеды дают нам мир. В холле железнодорожного вокзала открыта выставка работ победителей детского конкурса «Рисунок Победы». Его проводило региональное отделение ОНФ. Своей работой прислали более 500 ребят от 6 до 18 лет. Но жюри выбрало 15 наиболее эмоциональных рисунков. По подсчетам специалистов, увидеть работу смогут около 50 тысяч посетителей вокзала. Если говорят спасибо за творчество, если говорят спасибо за те воспоминания, которые ребята внесут в себя, мне кажется, что это мотивирует к тому, что они в дальнейшем будут идти дальше и дальше по пути своего развития, как патриотов и как, собственно говоря, патриотов Самарской области. «Рисунки Победы» – это своего рода письма благодарности и признательности ветеранам. Только написанные кистями и красками, говорят организаторы конкурса. Победители получат дипломы и рекомендательные письма, которые дадут дополнительный балл при поступлении в ВУЗ или лицей. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События.